Здравствуйте, в эфире телеканал ОТС, программа ДПС. Меня зовут Ксения Корзун. В начале выпуска печальная новость. В Октябрьском районе погиб пешеход. Личность мужчины сейчас устанавливают. На вид ему было около 60 лет. По предварительной информации, аварию спровоцировала молодая автолюбительница. 20-летняя девушка за рулем Креты не успела остановиться перед брендированным Киа. 6 октября на территории Октябрьского района водитель девушка 2000 года рождения на автомобиле Hyundai Greta следовала по улице Восход со стороны улицы Зиряновская в сторону улицы Кирова. И в пути следования дома номер 32 по улице Восход допустила столкновение с автомобилем Кио Рио под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался по улице Нижегородская со стороны улицы Сака и Монцетти в сторону улицы Бориса Богаткова. После чего автомобиль Кио Рио отбросила на пешехода на вид около 60 лет. Когда на место ДТП приехала скорая помощь, пешеход еще был жив. Некоторое время медики боролись за жизнь мужчины, но безуспешно. О других серьезных авариях, которые произошли в регионе за сутки, расскажем в рубрике «Сводка». Трех человек госпитализировали после аварии в Кировском районе Новосибирска. Мужчина решил пересечь дорогу в неположенном месте, хотя до зибры оставалось всего 9 метров. Когда пешеход прошел уже почти половину дороги, его сбил Ниссан. Водитель примеры поздно заметил мужчину, попытался вырулить, но безуспешно. После удара машина продолжила движение и врезалась в световую опору. Пешехода и двух пассажиров Ниссана доставили в больницу с многочисленными травмами. Кстати, автомобилист отказался проходить тест на трезвость. Двойное ДТП с участием велосипедиста произошло в Октябрьском районе. Спортсмен ехал по Большевицкой. Внезапно перед ним открылась дверь попутного Мерседеса. После столкновения двухколесный транспорт отбросила в грузовик, который ехал в том же направлении. Велосипедист повредил ноги. Женщина пострадала из-за собственной невнимательности. Она переходила дорогу не по зебре. Автолюбитель вовремя не среагировал на пешехода и не затормозил. От удара даму отбросила под колеса другой машины. К счастью, женщина выжила. Ее госпитализировали. Оба водителя с места аварии скрылись. Чуть позже одного из них сдержали инспекторы. Похожая ситуация произошла в Первомайском районе. Там легковушка сбила 57-летнюю женщину. Она решила не идти до разметки и начала пересекать дорогу не по правилам. Водитель не стал оказывать помощь пострадавшей, а поспешил ретироваться. Теперь его ищет полиция. Владелец Тойоты по неизвестной причине не успел сдормозить перед припаркованной «Газелью». Легковушка буквально влетела под грузовик. Водитель серьезных травм не получил. Он будет лечиться амбулаторно. Помимо этих аварий в регионе за сутки произошло еще 178 ДТП. Все они без жертв. Пострадали только автомобили. Одно из таких столкновений произошло в Коросуке. Его причиной стал внезапно открывшийся кузов самосвала. Все содержимое упало на Киа, который ехал позади. Водитель легковушки резко нажал на тормоз. Такого поворота событий не ожидал автомобилист на попутном Сузуки. Поэтому не успел остановиться. В итоге Рио получил серьезные повреждения кузова спереди и сзади. У Витары деформировался бампер. Ремонт машин оплатит страховая компания инициатора ДТП. Если же у него нет полиса, компенсацию придется добиваться через суд. То ли спит, то ли медленно моргает. Именно так описали пользователи социальных сетей таксиста, которого снял на камеру его пассажир. Автор ролика пояснил. Торопился в аэропорт. Заказал через приложение такси. А когда увидел водителя в деле, оказался в шоке. Мужчина постоянно прикрывал глаза на несколько секунд прямо за рулем. Таксисту его клиенту повезло. Поездка закончилась без происшествий. Комментаторы этого видео предположили, что автомобилист был в состоянии опьянения, либо слишком устал на работе. Далее информация о машинах, которые угнали в Новосибирске за 24 часа. Инспекторы разыскивают белую Toyota RAV4. Ее украли с парковки на Нарымской. Миномарка была выпущена в 2007 году. Госномер авто А615ЕА, 154 регион. Особых примет и повреждений на машине не было. Машину могут вывезти в другой регион для перепродажи. Будьте внимательны. Hyundai 2010 года выпуска угнали с территории стрелочного завода. Легковушка пропала в период с 8 утра до 6 вечера. Госномер А, 304СВ, 154 регион. Цвет кузова черный. Вероятно, машину угнали под заказ. Владельцам подобных марок стоит поставить на авто дополнительную защиту в виде блокираторов руля. Неизвестные похитили ВАЗ-2109. Он стоял у дома номер 68 на Каменской. Год выпуска седана 1998. Его цвет бежевый. Машины таких марок чаще всего угоняют просто, чтобы покататься и бросить. Обратите внимание на авто, припаркованное в дворах и на обочинах. Если заметите угнанную девятку, позвоните в полицию. Еще один ВАЗ пропал с парковки на Дусе Ковальчук. Владелец оставил его в час ночи у дома 252. В 7.30 утра заметил, что машины нет. «Шестерка» была выпущена в 1996 году. Цвет кузова бежевый. Особых примет нет. Сотрудникам авторазборов стоит быть особо бдительными. Автомобиль могут разобрать на запчасти и попытаться их перепродать. Номер телефона дежурной части ГИБДД указан внизу экрана. Маршрутка номер 90 изменит график движения. Нововведения связаны с вводом в эксплуатацию нового регионального волейбольного центра. Теперь транспорт будет проезжать по улицам Татьяны Снежиной, Волочаевской, Гусинобродскому шоссе. Затем по Есенина, Бориса Богаткова, Кошурникова, Фрунзе и Ипподромской. Изменения вступят в силу 7 октября. Пассажирам стоит быть внимательнее. Уточнить график движения можно на сайте города Новосибирска. Из-за ремонтных работ на теплотрассе в Центральном районе временно сузят проезжую часть. Ограничения будут действовать до 20 октября. Речь идет об участке на улице семьи Шамшиных. Проезжая часть у дома по адресу Чиплыги на 119А станет уже на 5,5 метров. Там установят предупреждающие знаки и информационные щиты. Объехать участок можно по соседним улицам. Но дворовые территории для этого использовать нельзя. Водителям необходимо быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. На этом выпуск подошел к концу. Присылайте свои истории и вопросы на почту редакции. В студии работала Ксения Корзун. Не нарушайте правила, помните, от этого зависит не только ваша жизнь, но и благополучие окружающих. До скорой встречи в эфире ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok